Всем привет, всем доброе утречко. У нас сегодня на улице такая мерзопакостная погода. У нас сегодня на улице дождь какой-то непонятный, пасмурно. Ну, знаете, такая пасмурность весенняя, такая приятная, грустная. Ну, в общем, какая есть. Кира делает уже уроки, а я сейчас с мамой собираюсь ехать к косметологу. В общем, надо, чтобы её посмотрели, меня посмотрели. Хотя на самом деле у меня уже более-менее нормально. Всё, знаете, как оно всё приходит в норму, и я вижу только позитивный результат. Сегодня сейчас поедем к маме к косметологу. Она, правда, страшно боится, но ничего, переживёт. Её уже не резать будут. А потом приезжаем обратно сюда и отправляю маму домой в Ирпень. Мне вчера маску такую классную сделали. Сейчас я вам покажу. Такая прикольная. В общем, вы видели, что у меня была серая, но я себе хотела чёрную. И вот смотрите, какая классная. Она мне вообще так нравится. Вот. Теперь у меня вот такая вот есть прикольная маска чёрненького цвета. Тут беленькая окантовка, наверное, но это не страшно. То есть мне очень нравится, я довольна. Я хотела чёрная, только здесь резиночки такие тоненькие. Если здесь делать резинки посильнее, то будет нормально. Но, честно говоря, даже не знаю, надо ли их делать посильнее. Зато теперь она нигде не давит. И всё отлично. И можно сделать её потуже. Потуже, вот. Но я довольна. Круто. Как-то так теперь это всё выглядит. В общем, я похожа на какого-то этого, как его, героя. Ниндзя, точно. Какого-то ниндзя-героя. Ребята, мы уже приехали от косметолога. Знаете, зря я это всё не снимала. У меня мама так сильно боялась, но прошло всё на ура. Здесь Кирюшка у меня ходит. Собралась в магазин. Но я, наверное, сама сейчас пойду в магазин. Куплю ей резину, которую она хотела. Купи мне лампу. И она ещё себе хочет лампу. Купи сама, у тебя есть деньги. Ну как я куплю? Хорошо, я тебе сейчас покажу сайт, где ты найдёшь эту лампу. Хочет себе лампу для гель-лака. Для гель-лака, для наращивания ногтей. Хорошо, хорошо. Пока нет школы. Можно? Хорошо, договорились. А ещё вы спрашивали сегодня в комментариях, Кира сделала себе сама мастику. Да, правда, она себе сама сделала мастику. И вот эта мастика. Делала она её из чего? Расскажи. Из маршмэллоу. Лимонная кислота и сахарная пудра. Очень много сахарной пудры. Берём маршмэллоу, 100 грамм. Потом добавляем чайную ложку лимонной кислоты или лимонного сока. Ну, лимонную кислоту мы смешивали с водой и добавляли чайную ложку. Всё это на паровой бане или в микроволновке нужно разогреть, превратить это всё в жидкость. Добавлять туда постепенно полтора стакана сахарной пудры. Всё это перемешивать. Превращается вот в такой вот пластилин. Когда ты его перемешиваешь, нужно, чтобы она перестала липнуть к рукам. Когда перестаёт... У меня чистые руки. Когда это всё перестаёт липнуть к рукам, из этого можно потом взорвать пакет и положить где-то на полчасика в холодильник. После чего достать и можно из него лепить разные фигурки. Кира вчера этим делом занималась. Она готовила нам вечером с моей мамой и пиццу, и какие-то яблоки, и что-то там ещё делала, сердечки, кексики. В общем, она вообще куховарила, красила пищевым красителем. Получалось очень прикольно и интересно. Поэтому, если хотите, пожалуйста... Как это называется? Я ещё раз забыла. Мастику. Мастику можно сделать своими руками очень легко и на самом деле очень дёшево. Сахарная пудра, маршмеллоу, лимонная кислота или лимонный сок. И больше ничего вам не нужно. И, пожалуйста, куча-куча идей. И опять же-таки какой-нибудь краситель. У нас был только красный краситель. Вот. Ай, Кирюшка. Вот. Поэтому Кира делала нам сердечки. Ребят. А ещё она вставляла туда... Мы купили пасхальные вот такие вот штучки разные. Штучки-дрючки. Там вот такие вот разные прикольчики, которые можно кушать. Она туда тоже всё это делала. И получалось у неё всё очень красиво, круто и прикольно. Поэтому советую, пожалуйста, лёгкий, самый лёгкий рецепт мастики. И очень вкусный получается. Что, Кирюх? Ребят, смотрите. А, кстати, Кира, знаете, что очень сильно просит? Ребята, подпишитесь на её лайк-аккаунт. Потому что ей не хватает совсем чуть-чуть для того, чтобы она могла делать трансляции для вас. Поэтому, если хотите, подписывайтесь на её аккаунт. Вот её аккаунт в лайке. Not Lady. Not Lady. Lady? Да, Not Lady. Not Lady. Если вам понятно, если непонятно, то переворачивайте зеркальное изображение. И подписывайтесь, чтобы Кира могла с вами вести прямые трансляции. Да. Вот. Осталось совсем чуть-чуть. Конечно, конечно. У меня 71 тысяча, а надо 100. Ну, у тебя уже, по-моему, было там 100 тысяч или не было? Нет? Это была... У меня было 60. Ну, всё равно совсем чуть-чуть осталось. Поэтому, ребят, вперёд. Кстати. А, вот и пришёл самый главный персонаж. Да-да-да, подожди. И, кстати, спасибо большое. Когда я снова вернулась в лайки, у меня было 60 сентя. А сейчас у меня 71 тысяча. Спасибо за десятькам, которые вы мне собрали. Сердечки, сердечки. А вот пришёл самый главный человек, который сегодня ехал и плакал. Ну что, ты уже не плачешь? Она уже довольна и счастливая. Расскажи своё впечатление. Я боюсь говорить. Было больно, она сейчас боится говорить. Говорит, Маша, у меня уже что-то изменилось? У меня уже что-то изменилось? У меня уже что-то изменилось? Говорю, мама изменится только через две недели. Не переживай, сегодня ещё ничего. Вот завтра с утра встанешь, у тебя изменится. Завтра с утра меня сфоткаешь, как я тебя фоткаю каждый день. Она мне... Маша, сфоткай себя. Я фоткаю. Да, сфоткай себя. Да, уже лучше. Поэтому теперь я ей тоже буду говорить, чтобы она себя фоткала. Нет, на самом деле мы довольны и счастливые девчонки. Да. Да. И, в общем, мы отдыхаем. Мама уже уезжает где-то. Вот сейчас вот должна тут идти. А вот уже её автомобиль стоит. Вот этот вот серенький. Вот поэтому она поедет домой. Ай! Ай-ай-ай-ай! А меня тут кусает снег. А ещё у меня здесь куча подстилок сушится. Чего ты меня кусаешь? А где мама? А, вот она. Вот она. Мамуля! Пока-пока! Пока-пока! Я тебя здесь сидит, смотри! Давай, я тебя люблю! И снег тут сидит, смотрит. Всё, мама села в машину. И поехала домой. А я буду снова скучать и грустить за всеми. Боже, мне так одиноко, когда кто-то от меня уезжает. Но! У нас... Что у нас? У нас сейчас с Кирой начинается английский язык, который она будет делать. Но это будет попозже, через сколько? Через 40 минут она начнёт заниматься. А я пойду ей за резинками. А я тебе за резинками пойду, да, Доча? Да. Да, я пойду и куплю резинок, потому что она себе хочет какие-то сделать кудряшки. В общем, где-то опять в лайке или в ТикТоке нашла какие-то прикольные кудряшки из резинок. Поэтому мне нужно будет купить ей штук, наверное, 20 точно. Купила я Кирюшке резинок. Смотрите, сколько. 6, 6, 6. Раз, два, три. Три, четыре, пять. Тридцать штук резинок. И купила вот такую вот маску. Представляете, у нас вот такие вот маски продаются в продуктовом магазине. Я вообще в шоке. Конечно, она бесполезна. Она здесь без всяких зажимов. Но хотя бы на всякий случай пусть будет. А ещё я встретила с братика. Всем привет. Да, с которым я сейчас еду. Куда? В эпицентр. В эпицентр. Ему за очками для самоката. А себе хочу купить очки солнцезащитные, потому что я где-то потеряла все свои очки. А Кирюха там занимается английским языком. Приехали в эпицентр, а тут типа торговать нельзя, кроме бытовой химии. Но я сейчас нахожусь в отделе. И тут торговать можно. Но сам прикол. Здесь везде стоят вот такие ленточки. И типа сюда нельзя заходить. Да, но зайти можно и можно всё купить. Вот так вот это всё происходит. А я сейчас за очками вообще приехала. Ищу очки. Где-то мне сказали, тут они должны... О, вот они. Я надеюсь, я себе что-то найду. Выбор, конечно, тут не очень, но... В итоге я покупаю две игры. Одна какая-то непонятная, называется Мистер Вампир. Вторая называется... Короче, Аладдин. Потом Кире вот эту вот непонятную игрушку. И ещё покупаю носки. Очки. А, ещё очки вот эти вот выбрала. Ну, это так, чисто на пару раз походить, потому что в эпицентре нормальных очков нет. Да, и посмотрите, типа нигде нельзя зайти. Реально нигде нельзя зайти. Но зайти можно везде. Купили всё и ничего. Целый пакет самых нужных и самых ненужных вещей. Дома покажу. Хочешь купить маску по космической цене? Добро пожаловать в отрымой тут. Вот такой вот автоматик. И тут можно купить кучу разных масок. По сумасшедшим ценам. Просто по космическим. Да-да. Так, идём. Наш автомобиль уже где-то прибыл. А, машина, машина, машина. Прикуплю выезду с парковкой. Это бетон? Злодей. Привет, любимая. Вы смотрите. Прятки на кухне, ещё куча резинок. Ну, я тебе специально купила много резинок. В общем, Кирюха делает себе уже кудряшки. Я наращусь. Ногти из трубочек. И собаки тут гав-гав-гав. Где второй? Гав-гав-гав. Ой, самые все прикольные. И ножи. Ба-ба-ба-ба-ба. Кирюха, иди смотри, что мы купили. Кира. Кира. У меня сейчас садит телефон, и мы не посмотрим, что мы купили. Поэтому давай бегом, пока у меня телефон ещё заряжён. Давай, я тебе быстро покажу. И поставлю телефон на зарядку. Смотри, короче. Какой-то невероятный новый сюрприз. Тут должна быть куколка. Вот такая, смотри. Потом какой-то контейнер. Ещё и одежда. Но что-то уникальное. Это мы потом посмотрим. Это носки тебе, носки мне. Это ароматизатор мне. Это конфетки тебе. Это на стол. Это мне на кухню. Тебе. Это ароматизатор мне. Тебе. Это ароматизатор тоже мне. Это какая-то игра. Это игра, Кирюшка, нам. Сейчас будем играть. Лампа Алладина. И вот это тоже какая-то прикольная игра. Мистер Вампир. Вообще какая-то суперкрутая. Это игра от 10 лет. Как раз от твоего возраста начинаем играть. И будем, в общем, в эту игру с тобой вдвоём играть. И разгадывать тайны вампира. Она такая красивенькая. Я хочу это открыть. Я сейчас разденусь и открою. Кирюха не выдерживает. Кирюха хочет посмотреть, что же у неё попалось в её невероятном сюрпризе. На самом деле я тоже хочу посмотреть, что же там попалось. Так, убираем все наши покупочки. И бегом, бегом, смотрим. Давай, смотреть, что же у нас там. Так заберут все наши фрукты, овощи. Смотри, тут инструкция. Пакет. Лопнуть его. Будет конфетти, похоже. Это, наверное, не здесь лопнуть. Вот здесь нужно открыть его. Нет. Вот пакет. Его надо... А, ну давай тогда сначала здесь откроем. Дальше. Тут будут вот такие штучки. Да, это одежда. Потом будет брелок, в котором будет куколка. Давай. Смотреть, что там, какая куколка. Я её видела, правда. Какая она там должна быть, она необычная. Она должна быть таким? Она должна быть очень мягкой и прикольной. О, открывай. Давай, давай, давай. Это трубочка. Трубочка? Да. Ну, смотри. Трубочка. Где? Вот. Точно, что это за трубочка. Ну, давай посмотрим. Я первый раз это видела. Я даже не видела вообще нигде. В принципе, я давно не смотрела всякие такие видосики непонятные. Поэтому, что это значит? Может, там что-то надувать нужно? Я посмотрю сразу инструкцию. Это трубочка для пакета, Кира. Она вставляется, надуваешь и лопаешь. Представляешь? Точно, вот этот пакет нужно лопнуть. Посмотри, она красивая. Так, теперь... Словачка. Точно. Где тут надо вставать? А, вот. Вот, вот. Да, вот здесь вот вставляет трубочку. Нет, сначала достань же её. Она достала. Всё, теперь её сюда засовывай. Как? Вот туда? Вот дырочку. Вот это? Да. Вот, да-да-да. Засовывай. Теперь надувай. Ух ты, прикольно. Надувай. Теперь высовывай трубочку. Всё, теперь лопай. Это что, у меня сейчас тут конфетти какое-то раскидается? Ну ладно, лопай, так и быть. Точно. Конфетти вываливаются. Давай, лопай уже. Это ужас какой-то. Это просто ужас какой-то. Где мой пылесос на подмогу? Лоп, смотри. Смотри, маленькие, маленькие. Тут какие-то сердечки. Тут Микки Маусы. Тут маленькие зайчики. Тут маленькие котики. Слушай, какие прикольные конфетюшки. Но они все у снега в тарелке. В общем, потом мы будем это всё убирать. Это, конечно, прикольно, но очень мило. Так, что там дальше? Я хочу его разрывать. Да, ты можешь туда конфетти пособирать. Они тут очень милые и прикольные. Оставить себе. Я тебе могу задание дать. Как Золушка будешь? Золушка перебирала гречку, а ты будешь конфетти перебирать. Какая-то гречка. Обычно. А, ещё очки. Я себе очки купила, Кир. А что это за очки? Не знаю, просто обычные солнцезащитные очки. Почему тебе не дают? Потому что, ну, сегодня нету солнца. А вчера же было. Ты открываешь так долго. А ты мне потом купишь такой пакетик. Ух! Чёрного цвета. А там были такие прикольные беленькие. Прикольно. Мама, а у меня вопрос. Чёрная такая большая. Я надеялась на маленькая. Там внутри что есть? Да, там внутри куколка. Ты чёрный оден? Давай. А можно я посмотрю, какие у нас вообще могут попасться куколки? Она тканевая. Смотри, вот такая кофточка. Что это за кофточка? Мизундергуд. Что-то такое. Какая она милая. Шорты и рубашка. Точно! Нам вот такая кукла попалась, как на картинке. Рубашка, которая одевается на шорты. Смотрите, как классно. Шорты, рубашка на поясе. Мама, открывай. Давай, открывай. Эй, что тут? Там ещё какой-то контейнер. Нет, пусть там будет. Смотрите, какие куклы могут быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И нам как раз вот это попалось. Она тканевая, что? Да, да, да. Она тканевая. Вау! Ох, видеть! Слушай, какая она крутая! Она в шапочке. А ну, ручку. Обалдеть! А у меня вопрос. Да? Чего она тканевая? И что у неё внутри? Ничего, она просто мягкая. Смотри. Что-то такое непонятное здесь. Посмотри. Там, наверное, тоже что-то открывается. Открой, посмотри. Слушай, ну какая прикольная кукла. Да, да, да. Там должно быть что-то. Может, там... Как её зовут? Да, здесь написано Мина Моди. Мина Моди родилась 24 мая. Правильно ли я? 24 мая родилась. Это её свидетельство о рождении. Но мне не знаю. Мне она очень нравится. Смотри, какая она прикольная. А можно как шапочку снять? Или нельзя? Я не знаю. У меня такие волосы красивые. Но... Не, нельзя снять шапочку. Под этой шапочкой нету волос. Покажи. Клёвая. Можно будет ещё потом взять. Какая-то нам попадётся... А тут они все в шапочках, дочек. Я думаю, что у всех шапочки и ни у кого шапочки не снимаются. У нас какой-то котёнок, это тигрёнок, это единорог, это мишка, это зайка, это лисёнок. Барашек. А, барашек. Такая прикольная сумка. Слушай, я просто знаешь, чего решила? Подумала, что ты на неё можешь одежду шить. Я шить не умею, да? Одевай. А я можно открою этот? Артур, открывай. А там что-то есть? Да, там обувь. Открывай. Артур сейчас нам откроет, что там внутри. Обувь. Обалдеть! Какие крутые ботинки. Она на меня очень похожа. У неё мой стиль одежды. Я такой стиль люблю. Мой. Твой. Вы посмотрите, какие классные ботинки здесь. Очуметь. На платформе. Получилось? Давай, я подержу волосы. Боже, она даже в лифчике. Крутая девка. Она какая-то слишком толстенькая. Да классная. Не надо худеть. Ничего не надо. Прикольно. Вот это вот придумала худеть. Ничего никому не надо худеть. Очень у неё классная фигура. Большая платформа. С ума сойти. Покрашена волосы. Какая она прикольная. Я так летом ходила, мам. Класс. Кроме вот этих колгот. А, и Тера. Круто. Тера, куда ты лезешь? Чудик мой маленький. А трубочка прикольная. Ногти. Ногти. Так, ну всё. Посылку такую прикольную. Мама, я хочу ещё. Круто получила. Конфетти сейчас будет убирать. Не буду. Не будешь. Но мне вот эта штука нравится. Слушай, она необычная. Знаешь, это кукла хендмейт. Вот такие вот продаются куклы хендмейт. И у них ещё цена сумасшедшая, дорогая. Мамочка, я хочу вот этих кукол коллекцию собрать. А тут, кстати, их немного. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего лишь шестой. Я хочу коллекцию всех собрать. Прикол просто будет, если мне на повторку будет попадать. Давай попробуем? Да. Я хочу помнить, как у меня раньше была полка, и там куча кукол. Помню. Ты хочешь... Ну, слушай, мне действительно классно. Смотри. Только вот это оторвать. Отрывай. Не отр... Я думала, ты отрежешь. А здесь... Оторвала. А это что? Подожди, давай посмотрим ещё вот эту сумочку. А что там внутри сумочки? Открою. Это подставка. Вот такая. А, её можно забрать. Ну, я знаю. Прикольная ещё какая сумка. На рюкзак повесить. Антисептик с маской. Да, можно туда антисептик с маской ложить. Обалдеть. Класс. Крутяк? Да. Будем собирать ещё таких? А если её это щесать, у меня волосы впадут? Не знаю, иди попробуй. Так, Кира идёт пробовать расчёсывать куклу. Я... Не я. Пылесос убирает конфетти. Мы сейчас будем играть вот в эту вот прикольную игру. И всем пока-пока. Пока-пока.